Так, каждую ветвь такой более сложной задачки, процесс, который нам дан, мы рассматриваем отдельно. А вот что именно мы получаем из этой ветви, это уже зависит от задачи. В данном случае, давай первым делом попробуем извлечь информацию. Давай я буду даже разным цветом делаться. Значит, первым делом мы хотим извлечь информацию из вот этой фразы. Известно, что работа, совершенная газом в процессе 1-2, в три раза меньше работы, которую совершают внешние силы над газом в процессе 3-4. Значит, получается, что здесь нам нужно аж целых две ветки рассмотреть. Ну, вот ветвь 1-2. Какая у нас здесь работа? Помнишь, как ее найти? Да. Ну, твой голос, я, честно говоря, даже не знаю, запишется он или нет. Кстати, потом проверим. Значит, только для тебя я никуда не буду это выкладывать. То есть, как бы, естественно, это частное видео. Не волнуйся. Да, но как ее найти на участке 1-2? То есть, я написал здесь 1-2, работа на участке 1-2. Как ее вообще найти? Так, ну, тогда на 3. Но если мы забыли про работу А3-4, можем мы как-то ее найти? Давай мы обозначим вот эти вот точки P1. То есть, надо еще не стесняться обозначать все, что нужно на диаграмме. Потом это все должно сократиться. Если не сократилось, мы что-то не учли. Вот это будет V1, а это, соответственно, V2. Мы видим, какой у нас процесс из 1 в 2. Давление постоянно. Потому что, ну, вот, это 1-2 перпендикулярно оси P. Значит, ну, формулу для работы помнишь? Или подглядывать будем в... Через давление и объем. Так, близко. P на что-то. Q-то, значит, P на Q, это что-то такое сложное. Нет, P на дельта V. Значит, в принципе, все помнят формулу. Все помнят. Конечно, формулы эти будут иногда, значит, иногда они будут микс. Но есть всегда размерность, во-первых. Во-вторых, есть формула из механики F на S. Но в данном случае S, путь, пройденный поршнем вверх-вниз, он превращается в дельта H. И если мы F делим на площадь поршня и умножаем на площадь поршня, чтобы ничего не изменилось, то вот это превращается в давление, а вот это в дельта V. И получается формула P на дельта V. Помнишь, что работа равна площади под графиком в зависимости давления от объема? Ну вот, значит, вот этот прямоугольник, вот его площадь. Значит, получается в цифрах, ну у нас не цифры, а буквы, но все равно мы ввели все, что нам нужно. P1 умноженное на V2 минус V1. Вот это А. Отлично. Ну, поскольку мы этим оставим здесь место, и давай также рассмотрим процесс 3-4. Вот что касается знака работы, я напомню, что когда у нас газ расширяется, как в процессе 1-2, то есть у нас конечный объем больше начального. То есть вот число V2 минус V1, видно, что здесь оно положительное. Значит, работа газа будет положительной здесь. А вот насчет 3-4, хитрая вещь. Работа самого газа отрицательна, потому что он сжимается. Конечный объем у нас снова равен V1, а начальный, наоборот, V2. То есть дельта V отрицательна и равно минус дельта V вот в первом процессе, в этом 1-2. Но при этом сказано нам в 3 раза меньше работы, которую совершают внешние силы. Вот как раз в случае, когда газ сжимается, внешние силы считаются, что совершают положительную работу. Ну, потому что внешняя сила вниз направлена, и газ, поршень движется тоже вниз. У нас объем уменьшается. То есть здесь тоже будет положительное число внешних сил. И, ну, давай я желтеньким нарисую. То есть вот эта площадь уже другая. Вот эта. Но, соответственно, P3 равно P4. Ну, давай P3 обозначим это дело. Можешь мне предиктовать, какой будет площадь прямоугольника на участке 3-4? Какой будет работа? То есть давай здесь напишем A1-2, а здесь A3-4. Смотри, я ввел число P3, V2, V1, все, что тебе нужно. Площадь прямоугольника можешь посчитать в таком случае. Вот всего желтенького. То есть вот этого. Вот этого большого. Но вот эта сторона равна просто P3, а вот эта V2-V1. Снова. Значит, получается P3 на V2-V1. И видим мы, значит, эта фраза означает, что раз работа совершенная над газом в процессе A1-2 в три раза меньше работы, то, значит, вот на 3-4 это значит, что отношение A3-4 к A1-2 равно 3. А если мы подставим то, что мы написали, A3-4, это у нас P3 на V2-V1. А здесь P1 на V2-V1. И вот это равно 3. И V2-V1 в обоих случаях одинаково. Оно сократилось. То есть, другими словами, нам косвенным образом задано отношение давлений P3 и P1, то, что оно равно 3. Вот мы уже получили важную информацию. То есть P3 равняется 3P1. Замечательно. Теперь смотрим, что нам надо найти. Ну, в принципе, вот сейчас я не буду останавливаться, потому что в случае вот нашей исходной задачки, которая справа, которую мы сейчас будем вместе делать, но, значит, этот этап совершенно такой же, абсолютно. Потому что мы здесь цифры не меняли. А вот теперь немножко они будут меняться. Значит, смотрим. Какое количество теплоты получает газ в процессе 2-3? Значит, ну вот мы и даже не написали еще заготовку для процесса 2-3. Напишем ее здесь, 2-3. Чему равна работа на процессе 2-3, Никита? Нам важно это видеть. Это даже важнее, чем уметь. Ну, одинаково важно. Так, а мы отключились, что ли? Ты меня слышишь еще? Ну, ничего, я тебя услышал, в конце концов. Окей. А работа чему на участке 2-3 равна? Если, смотри, вот общая формула же у нас вот эта. П2, это не-не-не, П2 тоже равно П1. П3 равно, соответственно, 3П1. Тут главное увидеть, что объем не меняется, что дельта В равно нулю. Так тогда, значит, это ноль, потому что неважно, какой у тебя П, когда это на нулю умножается. То есть, на самом деле, работа равна нулю только в одном случае. Если объем у тебя не меняется. То есть, вот это основной критерий, основной и единственный. Если ты видишь, что у тебя объем не меняется, а иногда это замаскировано. Но здесь это относительно замаскировано. То есть, все, что у нас вертикально в осях ПВ, когда В, у тебя горизонтальная ось, вот на этом участке работа всегда равна нулю. То есть, если бы мы соединили 4 и 1, то тоже была бы работа равна нулю. То есть, А равна П на 0 равняется нулю. Это важный момент. Мы, в принципе, просто мы, видишь, в электричество уклонились, немножко это подзабыли. Ну ладно. Теперь продиктуй, пожалуйста, мне первое начало термодинамики. Дельта Ку. Супер. И смотри, мы уже знаем, что вот сюда у нас идет 0. То есть, на самом деле, мы знаем, что на этом участке у нас дельта Ку просто равно дельту. То есть, если мы знаем, что, какая температура в точке 2 и в точке 3, то мы все знаем. Значит, вот теперь придется, значит, писать. Ну и потому, что уже из процесса 1, 2 и 3, 4 получили основную вещь. Вот она у нас. То, что... Ой, нет, конечно, не то я обвел. Вот то, что П3 к П1 равно 3. Мы сами объемы не знаем, но они у нас сократились. А вот давление у нас, значит, соответственно, в 3 раза отличается. Значит, тогда пишем теперь... Пишем уравнение Менделеева-Клайперона сначала в точке 2, а потом в точке 3. Значит, в точке 2 мы имеем П1, мы так обозначили его, так сказать, на графике, на В2 равняется... Вот дальше нам надо смотреть, сколько у нас молей. Мы с тобой изменили это на 0,5, значит, это будет 0,5. R. И, соответственно, температура... Нам известно, что температура в состоянии 2 равно 600 градусов. Значит, это как раз вот эта вот температура в этой точке. Значит, мы пишем на 600. Значит, вот у нас вот это произведение вот такое. А в точке 3 только объем остается постоянным, а давление 3П1. Мы это выяснили вот тогда. Значит, 3П1 на В2 равняется... Чему равняется 3П1 на В2, если мы знаем число П1 на В2? В физике, конечно, все индексы мешают. Но мы должны просто посмотреть вот здесь. Величина абсолютно такая же, как здесь. То есть, внизу написано 3 таких величины. Значит, это будет 3 умноженное на 0,5 на R на 600. То есть, когда мы видим, что у нас есть уравнение Менделеева-Клайперона, и вот одна его часть, левая часть равна П1 на В2. А в точке в другой, в данном случае в точке 3, получается 3П1 на В2. Значит, правая часть тоже в три раза увеличивается, потому что одно должно быть равно другому. И, собственно, вот и все. Значит, получается, что остается нам вспомнить, как сделать из этого внутреннюю энергию. Давай напишем в общем виде. Уравнение Менделеева-Клайперона, не ОРТ. Как из него сделать внутреннюю энергию для одноатомного газа? Ну, если забыли, мы всегда посмотрим, где у нас там это написано. Но, в принципе, ты это помнишь. Не стесняйся вспоминать и говорить не то. Давай, давай. Мозговой штурм нужен. Это можно делать, но это ты в сторону уходишь. Нам нужно вспомнить коэффициент, на который это умножается. То есть, внутренняя энергия у нас за счет, фактически, суммы кинетических энергий всех молекул. И там просто какой-то коэффициент возникает. Давайте подскажу. Мы должны вот это умножить на какой-то коэффициент. Вот этот коэффициент ты помнишь? То есть, когда, если в итоге нам придется формулу смотреть, ты скажешь, а, ну, конечно. Нет, три вторых. Давай проверим, есть ли у нас это в формулах. Так, отлично. BitPaper, как всегда в своем репертуаре. В наших формулах. Так, это, значит, немножко не то. О, как раз. Вот внутренняя энергия. Видишь, три вторых. Значит, М к мю РТ, или просто ню, как мы писали. Или три вторых ПВ. Мы с тобой многократно подчеркивали, что для решения этих задач нужно оба выражения использовать. Ну, то есть, мы пишем их оба, имеем в виду оба. А используем то, которое нам нужно. А для двухатомного газа был пять вторых. Все у нас есть. Ну, замечательно. То есть, получается, что внутренняя энергия в состоянии 2 у нас известна. Это просто нужно умножить на три вторых и левую и правую часть. Но, конечно, нам нужно использовать правую, потому что мы знаем, чему она равна. Ну, с другой стороны, мы и левую тоже знаем тем самым. В итоге, сухой остаток. У в точке 2, мы знаем, это 3 вторых на 0,5. Р на 600. А У в точке 3. Какой она будет? Вот в этой точке. Скажи мне, пожалуйста. Не-не, 5 вторых. Это был бы двухатомный газ. Такое это тоже 3 вторых, конечно. Ну, зачем ты умножаешь на 3 и на 0,5? Да. В принципе, на 1,5. На R и на 600. Да? Значит, смотри, что мы задачку решили. Потому что мы знаем, что дельта Q равно 0 плюс дельта U. Значит, дельта Q это конечная минус начальная. А где у нас конечная? Ну, конечная у нас там, где больше. В точке 3. Это U3 минус U2. Равно дельта U. А дельта U это U3 минус U2. Всё. Дельта Q. Значит, 3 вторых на 1,5. А ладно разу, что умножил на R на 600 минус 3 вторых на 0,5 на R и на то же на 600. И считая это, конечно, имеет смысл R на 600 вынести. И 3 вторых тоже. Значит, 3 вторых R на 600. А здесь 1,5 минус 0,5. 1,5 минус 0,5. Это 1. А здесь 300. Значит, 900 R на 1. R это у нас 8,31. И когда мы на 100 его умножаем, получается 831. Значит, получается 9 умноженное на 831. И на 1. Считать не будем, у нас все равно ответа нет. Вот осталось здесь что-нибудь непонятное. Отлично.